Компания Ford отказывается от импорта и выпуска легковых автомобилей в России. Внезапное решение не касается сегмента легковых коммерческих автомобилей. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, причиной такого шага стали проблемы со сбытом продукции. В сегменте коммерческого транспорта у компании есть успешная серия грузовых фургонов и микроавтобусов Ford Transit, которую и будут развивать. А вот конкурентную борьбу в легковом сегменте американский производитель, к сожалению, проиграл. Управлять производством и продажей коммерческих автомобилей Ford будет российский партнер марки, группа Solars, которая получит контрольный пакет в совместное предприятие Ford Solars в результате его реструктуризации. Плюс ко всему, по словам Козака, сейчас российское правительство обсуждает с Solars возможность заключения специнвестконтракта, согласно которому Ford Transit будет производиться на предприятии в Елабуге. Сейчас, напомним, Ford Solars имеет еще два российских завода, во Всеволожске и Набережных Челнах. Специнвестконтракт станет гарантией доступа к промышленным субсидиям, в частности, компенсации утилизационного сбора, без которой производство будет попросту нерентабельным. Решение по этому документу может быть подписано в течение ближайших пары месяцев. Компания Mercedes-Benz показала на видео испытания Mercedes-AMG A45 на ледяном треке в Швеции. Заснеженное покрытие, отличная проверка дрифт-режима, работы полного привода. На видео можно увидеть, как лихо справляются заряженные хэтчбеки с управляемым заносом. Информации о новинке пока немного, но уже известно, что 400-сильный Mercedes-AMG A45 перенял систему полного привода у модели E63S. Электроника хэтчбека позволяет размыкать муфту подключения передней оси и отключать систему электронной стабилизации, а в промежуточном режиме допускает эффектные скольжения. Пока это лишь предсерийный прототип хот-хэтча. Дата выхода новинки на рынок еще не спланирована. Дата выхода новинки на рынок еще не спланирована.